Программа «Космос» 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 спустится на поверхность Красной планеты в 2021-м. Аппарат способен бурить на 2 метра вглубь и обрабатывать образцы в размещенной на борту лаборатории. Инженеры говорят, разработка марсохода задача со многими неизвестными. Эти металлические колеса — важная часть системы движения аппарата. Нам нельзя использовать резину, это органический материал. Мы ищем следы жизни на Марсе и не вправе привнести их извне. Нам следовало найти способ обеспечить упругость колеса, сходную супругостью шин. Вот эти металлические колеса — именно такие. Прототип марсохода, точная копия того, который отправится к Красной планете, строится здесь, в лаборатории города Стивенидж под Лондоном. Детали и компоненты аппарата прибывают сюда из научных центров со всей Европы. Их стерилизуют. Затем начинается сборка. Небольшая панель, которую вы видите вот там, прямоугольной формы, — это носитель всей электроники будущего марсохода. Сборка осуществляется в этой стерильной лаборатории. Ее специально построили для работ миссии «Экзомарс». Если на Марсе есть жизнь, надеюсь, ее следы будут скоро обнаружены. Одно из главных правил миссии «Экзомарс» — не привнести на Красную планету органические образцы Земли. Отсюда более длительная подготовка ровера к операции. Перед нами возникают самые разные задачи, связанные с необходимостью поддержания аппаратуры, приборов в состоянии максимальной чистоты. Эта лаборатория стерильно ее отстроили так, что инженеры могут продолжать работу, не входя туда каждый раз. В противном случае им предстоит полностью переодеваться, а это утомительно. «Экзомарс» — совместный проект Европейского космического агентства и Роскосмоса. Он состоит из двух этапов. В рамках первого к Красной планете был отправлен орбитальный модуль «Трейс Газ Орбитер». С апреля этого года он исследует газовый состав атмосферы в поисках следов метана и окиси углерода, передавая бесценную информацию на Землю. Где началась полномасштабная подготовка ко второму этапу миссии? После серии консультаций, в том числе здесь, в Бельгии, ученые выбрали место приоритетной посадки марсохода. Это равнина Оксия. В прошлом, как считается, озеро. Равнина Оксия — одно из самых интересных мест для исследования ровером. Особенно с учетом возможности бурения и забора образцов с поверхности планеты и с глубины. К тому же это довольно безопасная зона. Мы знаем, что посадку там мало что может осложнить. Район приземления заглублен, так что аппарату предстоит пройти через более толстый слой атмосферы. Он успеет и притормозить, и адаптироваться. Российская сторона отвечает в проекте, в числе прочего, за строительство посадочной платформы, которую и доставят на планету марсоход с научной аппаратурой. Время поджимает, отмечают специалисты. Да, без сомнения, запуск в июле 2020 года является достаточно амбициозной задачей, потому что, что касается научной аппаратуры, то особенно на критическом пути находится аппаратура посадочной платформы научной, потому что она начала разрабатываться значительно позже, чем аппаратура марсохода. Первая часть миссии показала, что Марс — планета гораздо более динамичной, чем предполагалось до начала ее детального изучения. В помощь ученым — снимки со швейцарской камеры КАСИС, установленной на борту работающего на орбите зонда. Эксперты также говорят об обнаружении на Красной планете замороженной воды. Вода там на глубине, мы открытых озер не обнаружили. Речь идет о замороженной воде под поверхностью Марса. Жидкая вода всегда считалась одним из необходимых условий для существования жизни. Если там есть вода, это не значит, что там есть жизнь, но это один из факторов ее возможного возникновения. Наши представления о Марсе стремительно пополняются. Верят ли ученые, что марсоход найдет на планете следы жизни, существующей сегодня или замершей? Да, естественно, я надеюсь, что экзомарс найдет следы существования органических соединений на поверхности Марса. И, естественно, экзомарс — это именно та миссия, которая должна это сделать. Она проектировалась для этого. Думаю, мы подготовили лучший инструментарий для поиска и обнаружения следов жизни на Марсе. Очень важна функция бурения. Так мы сможем заглянуть вглубь, где, как мы предполагаем, возможны следы жизни, продолжающейся или замершей. Это огромная масштабная задача. Раньше подобного никто не делал. По плану, марсоход проедет 4 километра по поверхности планеты и произведет бурение на двухметровую глубину в шести точках. В какой именно форме может быть обнаружена жизнь на Марсе? Вряд ли мы там откопаем маленьких зеленых человечков. Возможно, речь идет о бактериях. Мы их находим даже в самых засушливых районах Земли. Бактерии — наиболее устойчивая форма жизни, засущенных нами. Так что, вполне возможно, именно их мы и найдем под поверхностью Красной планеты. Нам осталось дождаться весны 2021 года, когда марсоход «Экзомарс» приступит к поискам. А сейчас настало время ответить на ваши вопросы в рамках рубрики «Ask Space». Здесь, в сценах представительства Airbus Стивенеджи, со мной профессор открытого университета Манниш Пэттл. Мы получаем немало вопросов об освоении Марса человеком. Наш зритель интересуется, когда на Красную планету отправят космонавты. Люди давно мечтают о полете на Марс. Вот уже много лет мы работаем на Красной планете с помощью аппаратуры и роботов. Думаю, приближается тот момент, когда туда отправится и человек. Во многом это связано с появлением таких игроков, как SpaceX — коммерческих космических структур, осваивающих этот рынок. Они меняют наш подход к идее запуска межпланетного полета. Думаю, в течение 20 лет или чуть больше, но точно в течение моей жизни, люди к Марсу полетят. Нас спрашивают о том, как люди смогут выжить на Марсе. Нужны ли им специальные кабины, или они будут находиться под поверхностью планеты? Понадобятся ли запасы кислорода? Что вы на это скажете? Да, возможно, человеку понадобится купол или какая-то кабина. Нечто, напоминающее космическую станцию, но непосредственно на поверхности планеты. Это защитит от опасной радиации, низкого давления, в кабине можно будет дышать. Разумеется, одна из главных потребностей для человека на Марсе — это кислород. В этом плане интерес представляет лёд, который мы знаем там есть. Лёд состоит из кислорода и водорода. Если мы его задействуем, то сможем выделить кислородную составляющую, необходимую для дыхания. Огромное спасибо за участие в программе. Присылайте вопросы с хэштегом AskSpace, и мы постараемся ответить. Следите за новостями из космоса на euronews.com.